Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. И прямо сейчас коротко о главном. Регулярно весной МЧС приходится спасать горе рыбаков, оказавшиеся на крупком льду. Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации? Самая известная экс-учительница страны вступила в новую должность. Татьяна Кувшинникова – специалист по учебно-методической работе в Институте повышения квалификации, как и на новом месте. Девочка с синдромом Дауна из Барнольской гимназии освоила общеобразовательную программу с таким же успехом, как обычные дети. С ней встретилась наша съемочная группа. Сегодня в Москве стартует 15-й Всероссийский форум-выставка «Гоззаказ». Это самое крупное событие федерального уровня в сфере закупок. Алтайский край традиционно принимает участие. Губернатор Виктор Томенко также присутствует на выставке. В рамках деловой программы пройдет более 60 мероприятий. Делегации Алтайского края участвуют в работе форума уже 12 лет подряд. Достижения региона в сфере закупок не раз отмечали на федеральном уровне. В этом году наш регион представит экспозицию площадью 150 квадратных метров. В нее войдет и традиционная пирамида здоровья. На стенде можно будет попробовать продукцию ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Добавлю, завтра губернатор Виктор Томенко проведет заседание рабочей группы Госсовета России по направлению сельское хозяйство. В Барнауле прошел полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». С участниками конкурса встретился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Очень важная часть это то, что молодые люди, конечно, в первую очередь учатся, находят для себя что-то новое, в необычных для себя таких вот соревновательных условиях, развивают круг своих взаимоотношений, где-то взаимодействуют с другими, такими же, как они, ребятами, которые живут, учатся и мечтают в других регионах нашей страны. Это замечательно. Участие в полуфинальных испытаниях принимали студенты из Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей. Конкурс призван найти среди студентов российских вузов тех, кто обладает управленческим потенциалом, и создать условия для их дальнейшего образования и развития. Участников соревнований поделили на 12 команд по 5 человек. Задание – разработать стратегию виртуальной компании, повысить ее инвестиционную привлекательность, а также внедрить в ее работу инновации. Кроме того, участники должны были продемонстрировать навыки в управлении финансами и продвижении продукции своей компании. В итоге победителем полуфинала стал студент Алтайского филиала «Ранхикс» Алексей Карташевич. Еще четыре студента Академии вошли в число победителей, которые будут соревноваться уже в финале Кубка. Лидеры финальных испытаний войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнеса. Студенты получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а лучших участников могут пригласить на стажировку или работу в крупные компании. Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае. Двое взрослых и двое детей. Накануне вечером на трассе Р-256 в районе села Наумова Тольменского района произошла авария. Водитель, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Женщина и шестилетняя девочка скончались на месте. Еще одна девочка четырех лет скончалась по дороге в больницу. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия с сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Выходить на лед с каждым днем становится все опаснее. Но, тем не менее, смельчаки находятся. В то время как ледяной панцирь уже меняет свою структуру и становится более хрупким. Как вести себя на льду и как быть в случае чрезвычайной ситуации, расскажет Анастасия Борисова. 2 апреля. Шалаболихинский район. Операция по спасению двух рыбаков. Мужчины не учли, что лед на реке уже недостаточно прочный. Снегоход провалился в ледяную воду. Спаслись с трудом. Пришлось ночевать в палатке на льду. Благо, горелка не затонула. Около 30 человек почти сутки искали любителей зимней ловли. Совместно со спасателями, потерявшись, нашли на 367-м километре. Они уже двигались в нашем направлении. Встретили и показали помощь в доставке их вещей. На данный момент все спасены. Каждый день напоминать правила поведения на льду не перестает госинспекция по маломерным судам. Сегодня памятки вручили рыбакам. Кстати, выходить на замерзший водоем им законодательно не запрещено. А вот выезд на автомобили грозит штрафом. В этом году сотрудники ГИМС задержали более 40 таких нарушителей. Автомобилистам запрещается выезжать на лед в водоемах за пределами санкционированных, прошедших освидетельствований ледовых переправ. За это предусмотрен штраф от 1000 до 500 тысяч рублей. Чтобы не оказаться под ледяным полотном, достаточно следовать простым правилам. Проверять прочность льда колом, а не ударом ноги. Не пробивать много лунок на близком расстоянии. Не находиться на замерзшей поверхности большими группами. Надежный лед отличить несложно. У него прозрачный зеленоватый оттенок, а толщина не менее 7 сантиметров. Проверить этот показатель можно, пробурив лунку. Самую большую опасность стоит белый лед, который образовался из снега. На поверхность льда, на реках выходить невозможно, потому что уже образовались довольно-таки широкие забереги. И физически добраться туда невозможно. На стоячих водоемах, то есть на водоемах это озера, пруды и так далее, где уровень меняется незначительно, выходить пока еще можно. Но этот период буквально через несколько дней закончится. Сотрудники МЧС советуют не испытывать судьбу и лед на прочность и воздержаться от подледной рыбалки. А на случай ЧП иметь при себе спасательный жилет и 20-метровую веревку с петлей на одном конце и грузом на другом. Чтобы не оказаться один на один с беспощадной стихией, как мамонтенок в известном мультфильме. Анастасия Борисова, Антон Червяков. Новости. Подробнее на тему безопасности на льду поговорим сегодня в программе интервью дня. Гость студии Сергей Ковалев, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектов, главного управления МЧС по краю. Не пропустите сегодня в 17.15. Запуск Павловского деревообрабатывающего комбината выходит на финишную прямую. Там произвели первую плиту МДФ. Теперь цикл от заготовки древесины до ее полной переработки замкнут. Павловский док – пример безотходного производства. В качестве сырья используется щипа, которая остается после обработки деревьев. Производство первой плиты завершает процесс отладки всех систем и механизмов комбината. В ближайшее время тестовые запуски оборудования продолжаются. Добавлю, после получения продукции в автоматическом режиме продолжают работать два центральных механизма. Рафинер – оборудование для превращения щипы в волокно. И энергоцентр комбината. Производство подобное Павловскому док в России, имеется в европейской части России и в Томской области. На сегодняшний день более 15 заводов производят плиту МДФ. Наш завод является одним из самых новых по типу оборудования, которое будет использоваться для производства плиты МДФ. Напомним, строительство Павловского дока стартовало два года назад. Инвестиции в проект составили 6 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность – 250 тысяч кубических метров продукции в год. После запуска нового комбината налоговое отчисление Алтай-Леса составит порядка полутора миллиардов рублей. К тому же на производстве создано около 200 рабочих мест. ДОК соответствует критериям индустрии 4.0. То есть он полностью автоматизирован. Комбинат будет работать круглосуточно – 330 дней в году. Помимо МДФ, панели и оборудование может изготавливать плиты повышенной и высокой плотности. И снова здравствуйте. И снова новости про Татьяну Кувшинникову. Самая известная экс-учительница страны вступила в новую должность. Специалист по учебно-методической работе в Институте повышения квалификации. Но перед тем, как рассказать об этом подробнее, я напомню, за счет чего Татьяна вознеслась на Олимп всех СМИ. Скандал разразился в феврале этого года из-за фото в купальнике, которое Татьяна разместила в соцсетях. Ее вынудили уволиться. Мы в эфирах нашего телеканала говорили об этом неоднократно. Посвятили этой ситуации эфир, шоу «Катунь лайф». А о Татьяне написали и показали мировые издания и федеральные телеканалы. Так даже с поддержкой в ее адрес выступили не только общественность, но и звезды и политические деятели. Сергей Стилавин, Ксения Собчак и другие. А министр образования Алтайского края даже пообещал помочь с работой. Мы обсуждали с ней три разных варианта. Это либо общеобразовательная школа, это либо колледжи, там где она могла бы работать и по первому, и по второму своему образованию. То есть художественное образование и филологическое. Либо это вот в институте повышения квалификации, куда она и вышла на работу. Первый рабочий день Татьяны Кувшинниковой был накануне. Напомню, должность – специалист по учебно-методической работе в институте повышения квалификации. Также Максим Александрович предложил Татьяне заняться разработкой курса, цитирую, «Интернет-гигиены для учителей». Правило, как профессорско-преподавательскому составу, вести себя в соцсетях. Но, как говорит сама Татьяна, пока она только знакомится с новым местом. Интересная тема, конечно, да, надо будет подумать над этим. Но пока не могу ничего сказать. Я первый день вышла на работу, поэтому еще рано о чем-либо говорить. Девочка с синдромом Дауна из Барнаульской гимназии освоила общеобразовательную программу с таким же успехом, как обычные дети. Уточним, с этим заболеванием людям сложно обучаться. Часто наблюдаются отставания в интеллекте по сравнению со сверстниками. Но 10-летняя Варя доказала собственным примером, что нет ничего невозможного. Солнечной девочкой познакомилась Полина Жданова. Третьеклассницу Варю Чеплыгину никто не считает особенной. Ни одноклассники, ни родители, ни учителя. И неудивительно, несмотря на синдром Дауна, девочка легко осваивает общеобразовательную программу и общается с ровесниками. Учится без троек, овладела даже самым сложным для детей с таким недугом предметом – математикой. Варя научилась играть на фортепиано, петь, танцевать. Умеет рисовать, занимается спортом. В этом году заняла третье место в городском конкурсе по географии. А дома любит читать литературу на английском языке, в то время как многие особенные школьники с трудом учатся разговаривать. Она очень изменилась здесь в школе. Она еще в первом классе отличалась разительно от этих детей. Вот это стремление быть с этим коллективом, стремление войти в эту ситуацию, у нее даже внешние черты как-то сгладились. Вот этот синдром так стал незаметен благодаря тому, что ее приняли в общество. Девочки с ней играют, общаются. И вот только благодаря тому, что учителя смогли вот эту атмосферу создать, поэтому вам кажется, что она не отличается. В общеобразовательную школу девочка попала в рамках нового закона об инклюзивном образовании, когда особенные дети учатся в одном классе с обычными. Правда, в государственной школе с большим количеством одноклассников ребенок плохо адаптировался. И Чеплыгины перевели ее в частную малокомплектную Гуляевскую гимназию. Здесь Варя смогла раскрыться. Конечно, иногда школьница показывает характер, но учителя легко сглаживают углы. Варя может на уроке, ну не хочется ей делать, она может залезть под парту. Ну ничего страшного, никаких. Однажды я сидела с ней под партой. Разглядывали ее новое платье, которое было на самом деле очень красивое. Я попросил, говорю, давай я посмотрю, какая это красавица. Она вылезла и села, и урок продолжался дальше. То есть эти моменты, они не должны становиться препятствием обучения ребенка и препятствием его эмоциональном и психологическом развитии. Педагоги считают, что особенные дети способны адаптироваться к окружающему миру, если родители максимально вложили силы в его развитие на самом первом году жизни. Улучшение состояния ребенка напрямую зависит от отношения семьи к нему. Считают инвалидом – будет таким. Считают нормальным, адаптируются и со временем будет мало отличаться от обычных детей. А обычные одноклассники от взаимодействия с особенными детьми вырастают толерантными и более добрыми. Полина Жданова, Анатолий Фукс, Новости. К этому часу у меня все. Не переключайтесь, итоги этого дня подведем ровно в 20.30 в эфире нашего телеканала. До встречи.